Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Я расскажу вам» и сегодня я продолжаю рассказ о писателе, коллекционере, режиссере и драматурде Илье Эзровиче Рудике. В прошлой программе мы вспоминали о его детстве в еврейском местечке Джурин, о работе режиссером на Одесской киностудии и остановились на породе важнейшего события – иммиграции, которое случилось в 80-м году. Илья привез колоссальное количество оригинальных фотографий Напельбаума, включая даже несколько стеклянных пластинок с негативами. И он знал, что он хотел сделать альбом. Я думаю даже, что он, наверное, обещал Иди Напельбаум, что альбом будет издан в Америке. Илья знал, что здесь есть издательство, которое специализируется на русских книгах, «Ардис». И оно относительно недалеко от Чикаго, Чикаго-Вилленой, «Ардис» в Детройте. И это считается небольшое расстояние здесь в Америке. Илья взял эти фотографии, созвонился с издателем, был такой замечательный человек, Карл Профор. Тот сразу сказал, «Да, привозите, конечно». Илья поехал туда, познакомился с семьей Карл и Эленде Профор. У них была дочка. Илья потом рассказывал, что эта дочка была такая дичок. Никогда никому не показывалась и не дружила ни с кем. Маленькая девочка. А к Илье она прямо прилипла. И была у них собака, которую звали Толстой. И была у них собака. Если я не ошибаюсь, вторая, которую звали Пушкин. Но я могу соврать. Это я могла и придумать прямо сейчас на месте. Но то, что собаку звали Толстой, это точно. Тоже завязалась дружба. Профор прекрасно говорил по-русски. Эленде тоже. И они очень заинтересовались проектом. Сделали очень хороший альбом, очень красивый, который раскупился полностью. Когда обсуждался вопрос о гонораре, Карл сказал Илье, вы знаете, возьмите гонорар книгами, потому что те 200 долларов, что я вам, может быть, заплачу, они исчезнут. А книги у вас будут. Вы можете их дарить, вы можете их продавать, как вы хотите. И, конечно, Илья, естественно, что он взял книги. К этому альбому Илья написал короткое предисловие. И об этом предисловии Довлатов сказал, что это самое лучшее предисловие, которое он когда-либо читал. Это была его сильная сторона. Он писал очень кратко, но очень выразительно. Таким был его первый альбом, который весь распродался и в твердом, и в мягком переплете. Единственная копия осталась у нас дома. Одна единственная. И, конечно, она уже не продается. В Чикаго, несмотря на поддержку родственников, родителей и брата, который к тому моменту уже перебрался из Израиля в Штаты, все пришлось начинать с чистого листа. Илье многие советовали пойти на такси работать, пойти работать в магазин оптики. Но это, как я уже сказала, Илья был человеком принципиальным, и он приехал сюда не для того, чтобы менять свою жизнь и свое увлечение и то, что он любил делать. Так что он искал себя. Илья почувствовал, что культурной жизни в Чикаго мало, хотя приезжих из Советского Союза русскоговорящих много. И здесь есть культурный вакуум. Илья связался со своими знакомыми, друзьями в Москве и пригласил сюда с показом фильма «Осенний марафон». Один из лучших, я думаю, в то время, что мы уезжали, это был один из самых популярных, самых лучших фильмов с Басилашвили. Илья снял большой кинозал, в то время еще этот кинотеатр существовал, сейчас его уже нет, в районе Роджерс Парка. В этом кинозале устроил показ фильма. Опять же, публика буквально ломилась, потому что все изголодались. В то время изголодались по старому искусству, так сказать, по знакомому русскому языку. Советский фильм. И очень многие даже не знали об этом фильме, потому что он был относительно новым в то время. Это был 81-82, это был 82-й год. Значит, это было еще все свежо. Сходил? Сходил. Отпустили? Отпустили. Про меня трепу не было. Был. Чего сказали? Сказали, что ты Портвейн с водкой мешаешь. Ну и что? Им ты чего? Не знаю. Сказали. Там всего и полбутылки не было. Дев! Чего? Иди домой, тебя страшно бабушка зовет. Вот. Сообщили уже. Я говорил ему, а он коктейль, коктейль, хиппи, лохматый. И тут он сразу стал знаменитым на все Чикаго, конечно, на весь Чикаго. Безусловно, он сразу стал знаменитым и наладил эти связи. Привозил не только фильмы, но и с фильмами приезжали режиссеры и актеры. На один из таких показов пришел владелец киноклуба элитного, очень нового, новорожденного, можно сказать, элитного киноклуба в Чикаго. Милаш Стерлик, сам чех по происхождению. Он русский не знал, но он знал мировое кино блестяще. Он знал советское кино, он его очень ценил. И у нас завязалась довольно тесная дружба. Приехал с Мактуновски, и Илья помог организовать встречу со Смактуновским в этом киноклубе. В даунтауне практически этот киноклуб находился, почти что в даунтауне. Я спекла пирожные безе для такого события. Это был первый заход, проба, первая проба для этого клуба «Russian Actor in Person». Там это была новость, новинка. И, конечно, там это тоже прошло с большим успехом. Смактуновский был очень доволен, вообще изумительный человек был, изумительный. Он был очень доволен, потому что неожиданно он получил лишний доход, за который он не должен был отчитываться перед властями. Так что это было удачно тоже. Приезжали Ульянов, Лановой. Илья приглашал Клару Новикову, Викторию Токареву, писатели, поэты, Ахмадулина много раз была у нас. И практически приезжие все вот эти первые годы, много первых лет, они жили у нас в нашем крохотном домике, в котором мы уже к тому времени переселились в этот крохотный домик. В 1990 году Илья Рудяк начал главное дело своей жизни. Открыл в Чикаго Дом русской книги, который на долгие годы стал меккой для всей читающей публики. Дом русской книги был не просто магазином, а скорее клубом, куда тянулись люди, увлеченные литературой, живописью и культурой в самом широком смысле слова. «Как выражался один из постоянных посетителей, каждый раз я не выходил оттуда, а словно летел». Илья Эзрович регулярно приглашал известных писателей, поэтов и актеров с творческими вечерами. Кто только не бывал в гостях у Рудяка – Иосиф Бродский и Владимир Войнович, Наум Коржавин и Виктор Некрасов, Василий Аксенов и Фазиль Искандер, Бела Ахмадулина и Евгений Евтушенко. Кстати, с Евгением Александровичем Илью Рудяка связывали особенно близкие отношения. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно исчезая вдали, Словно белые снеги идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмерти не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. О, Женя, 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 тоже, к сожалению, уже ушел от нас. Познакомились мы с Евтушенко здесь. Он приезжал с выступлением. Естественно, Илья с ним познакомился, пригласил к нам. И буквально с этого началась их очень тесная дружба. Когда бы Евтушенко не приезжал в Чикаго, он всегда у нас останавливался. Он был очень интересный человек. Вставал рано утром, делал пробежку 3 мили, потом выпивал букет лекарств. Илья всегда говорил, как можно столько таблеток принимать? И работал. Однажды он приехал где-то, это было около 1 мая. И 1 мая он сказал, я обязательно должен поехать туда, где первая маевка была. И мы должны попасть на это место. Никаких разговоров быть не могло. Мы узнали, где это находится. Мы связались с человеком, который сказал, что он там будет. Поехали туда. Я знаю, что в Тушенко ходят разные слухи, разные мнения. Из того общения, что мы имели с Евгением Александровичем, я могу только сказать, что я считаю, что во всем, что он делал, он был искренен. Если такое было, что он работал с властью, он это, наверное, делал искренне. И то, что он выступал против власти, он тоже был искренен в этом. Он не кривил душой. Илью он исключительно ценил, написал в одном из автографов. «Люблю я Рудяка Илюшу за трепетную добрую душу». Я, наверное, где-то что-то не так сказала, но смысл был в том, что он любил его за его душу. Он ценил его подвижничество и то, что Илья делал для русского населения здесь, в Америке. Он делился с Ильей своими проектами. Он часто мог позвонить Илье где-то поздно ночью или среди ночи и сказать, я работаю над рифмой и не могу найти рифму. Помоги. И Илья ему тут же находил. Илья рифмовал совершенно бесподобно. Его экспромты, вы уже упомянули его экспромты, его экспромты сыпались, как из рога изобилия. Люди думали, что это легко, и многие заражались его словотворчеством и рифмами, и игрой слов. Потому что Илья играл словами, это просто бесподобно тоже. Ассоциации его рождались неизвестно откуда, но были всегда очень точными. Если кто-то приходил и проводил с нами буквально полчаса, люди начинали играть словами. Так что это было заразно. А вот это связано с Евтушенко. Как раз заговорил Марк Левин, я вспомнил. Мы ехали в машине и игрались в рифмы. Он говорит, слушай, Илья, а можешь придумать на Феликс рифму? Я не знаю, для чего ему нужно было, но я так сидел и говорю, да, я уже придумал. Он говорит, давай, чушь, написанную вами Феликс, не выдержит ни факс, ни теникс. Евтушенко очень это ценил. И я же говорю, Илья ему был в какой-то мере в помощь. Он очень ценил Илью как критика, как человека с исключительным чувством слова. Часто тоже он мог позвонить ночью и сказать, что вот я только что написал стихотворение, послушай, годится или не годится. И Илья очень часто давал ему поправки, и он их принимал. Илья умел распознать таланты. По просьбе Ильи он даже включал в свою антологию произведения неизвестных авторов, которых Илья ему рекомендовал. Ну, конечно, Евтушенко оценивал сам тоже, он не делал это просто так. Но он очень прислушивался к советам Ильи. Я знаю, что вы привозили сюда еще и Войновича, и Виктора. Да, 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 да. Все. И Некрасов, и Войнович, и Ахмадулина, и Токарева. Войнович, между прочим, в конце своей жизни немножко отошел от литературы и увлекся живописью. Он стал рисовать. И он написал портрет Ильи. Так что у нас тут висит портрет Ильи работы Войновича и рисунок тоже работы Войновича висит. Войнович у нас сидел, мы обедали, и Илья ему написал экспромт. Ну, и Войнович решил, что он тоже должен написать экспромт в ответ. Он написал экспромт, а потом подписал внизу плохой экспромт. Вот такая была смешная ситуация. А вот с Некрасовым, кстати, была интересная история тоже. Некрасов приезжал, тоже у нас жил. И Илья ему сделал концерт, сделал книжечку. Некрасов млел. И, конечно, его спаивали. Илья пытался его удержать от выпивки. Это было очень трудно. Очень трудно. И вот последний концерт. На следующее утро самолет. Кто-то забрал Некрасова к себе на попойку. Привезли его к нам, и он уже был довольно под шофе. На следующее утро он практически проснуться не может. Но Илья его очень ласково. Илья вообще со всеми был настолько... Вот как его отец был добрым, вот таким он был добрым. Из всех братьев самый добрый. То есть он никогда никого не обижал. Только если ему наступали на мозоль, вот тогда принцип был принципом. Но тоже, если человек там извинился или что, мгновенно забывал, и все было. Некрасов не может проснуться. Но Виктор Платоныч, вставайте, самолет улетает. Мы опоздаем. Ой, как замечательно было бы, если бы мы опоздали. Это же просто... Не хочу улетать. Так хорошо. Ну, короче говоря, конечно, мы его подняли, одели, посадили в машину. Это было давно. Я еще не очень хорошо знала дорогу. Мы едем в аэропорт. И я пропускаю выезд на аэропорт. А мы уже опаздываем практически, потому что все было впритык. И я в ужасе. Я говорю, ой, опаздываем, мы пропустим самолет. А Некрасов говорит, как замечательно. Я так хочу с вами еще побыть здесь пару дней. Но я все-таки на следующий выезд сделала кольцо, вернулась. И мы успели все-таки на самолет. Он просто был очень милый человек. Он всем подписывал. Да, очень милый человек был. Илья Рудяк был человеком ярким и самобытным, обладавшим разносторонними профессиональными дарованиями. И даже будучи владельцем книжного магазина, он сумел создать там не просто творческую, а почти что театральную атмосферу. Будучи режиссером по первому образованию, Илья Эзрович всегда мечтал о том, чтобы вернуться на театральные подмостки. А возможно и в свет софитов в съемочной площадке. И представьте себе, это ему тоже удалось. Сюда я прибыл из Одессы. Снимал кино. Пишу здесь пьесы. Рассказы, колумбуры, эмиграммы. На коньяка не падок граммы. Мне допинг даже и не нужен. Регалий нет, но я заслуженный артрит Соединенных Штатов. Пишу я кратко, без длинот, без матов и создал авторский театр. Он скромен, ниже татор. Я в нем играю роли все, то в хижине, то во дворце, а то в овсе. На сцене нету декораций, нет усилителей, нет раций, есть голос, опыт мой, авторитет. Не сравнивайте с Атриумом или Тет-А-Тет. Один, как прежде, но в надежде, что вы меня поймете. Неважно, кто приехал на BMW или Toyota, я уповаю на домысл ваш, на фантазию. И все равно, кто покинул Украину или Азию, условности доверьтесь, вкусу и уму. Меня поймите, и я вас всех пойму. Приветствовать буду слезу и сантименты, разрешены катарсис и аплодисменты. Конечно, Илья мечтал бы быть режиссером и актером здесь, в Америке. И у него были две успешные работы. Одна работа была на сцене. Он написал пьесу про Кофьев и Сталин. Вы знаете, конечно, что Прокофьев и Сталин умерли в один день. И, конечно, смерть Прокофьева совершенно незаметно прошла, в то время, как страна скорбила по поводу утраты великого вождя. Илья написал пьесу и поставил ее в университете Депол. Здесь такой крупный университет есть в Чикаго, где он работал со студентами актерского факультета и музыкального факультета. Это была постановка с оркестровым таким сопровождением. То есть, исполнялись произведения Прокофьева, и на сцене был Сталин и Прокофьев. Рецензия на этот спектакль появилась в Чикаго Трибюн. То есть, это было событие для города. Это было, если я не ошибаюсь, в 98-м году. А где-то в 2014 году к нам домой, уже сюда, в этот дом, один знакомый молодой человек, который тоже интересовался театром и очень хорошо относился к Илье, очень уважал Илью, как-то позвонил и говорит, можно я к вам приду? Тут есть такой американский режиссер, который ищет актера на роль в своем новом фильме. Ему нужен человек, который говорит по-русски. Ему нужен эмигрант. Ну, можно, конечно, чтобы поговорить и чтобы там, может быть, посоветоваться или что. Пришли эти двое молодых людей. Американец оказался монгольского происхождения. Звали его Мишрел Бахмат. Он довольно хорошо знал русский язык, так что проблем в общении вообще не было там. Они поговорили, не прошло, наверное, и 10 секунд, как он сказал, что если бы я вас не встретил, Илья, Илью, если бы я вас не встретил, я бы этот фильм не снимал, потому что без главного актера я не собирался снимать фильм, но вы как раз тот человек, который мне нужен. Таким образом, Илья подключился к работе и подключился к работе не только как актер, но, естественно, потому что творческая энергия все равно фонтанировала у Ильи. он предложил пару новых сцен, особенно мне кажется, что это те сцены, которые Илья предложил, оказались самыми эмоционально насыщенными в фильме, потому что, насколько я видела, когда фильм показывали, в последнем кадре почти что ни у кого не было сухих глаз, как говорят, почти что никто не удерживался от слез. Там такая ситуация развивается. Вот. Такая была история с этим фильмом. И этот фильм впоследствии получил две премии на международных фестивалях. Он есть на YouTube, называется Tides of Time «Приливы времени». «Приливы времени» «Приливы времени» «Приливы времени» «Приливая времени» «Приливаяéndра вода» «Приливая перри с помощью.» Субтитры сделал DimaTorzok Мой сын, Саша. В последние годы жизни Илья Эзрович тяжело болел. И поэтому в значительной степени переключил свое внимание на литературное поприще художественного и мемуарного характера. Благо ему, человеку такой яркой и необычной судьбы, было о чем вспомнить. Всего за годы эмиграции Ильей Рудиком было написано 250 рассказов, издано 18 книг, среди которых Гетев Гетто, Прощание с местечком, 20 тысяч лиц Пастернака, Чемодан Михоэлса, Владимир Высоцкий и Одесса, короткие встречи с Кирой Муратовой и многие другие. В ту первую и единственную встречу с писателем мы с женой получили в подарок почти все его книги. И на каждой Илья Эзрович оставил уникальный автограф «Колумбур», где был и юмор, и ирония, и мгновенная зарисовка практически слепок с характера адресатов автографов. Причем все это он делал словно шутя, на лету, абсолютно экспромтом. Я придумал такие разные жанры. Вот, например, стишата, это потому, что мы живем в Соединенных Штатах Америки. С-Ш-А. Колумбуры. Итак, когда я на почте служил ящиком, мои сослуживцы-трудящики меня величали Ильей Трудяком, что есть Колумбуров-образщик. Мы живем в изобилии. Каждый месяц получаем билл за свет, билл за газ, билл за воду, билл за телефон, билл за мусор. Теперь вам понятно, почему я забил тревогу и перехожу на диссебилы. Был такой журнал «Время и мы». У него там три или четыре даже, четыре рассказы моих там были. Я пишу очень коротко. Я просто давно понял, что узнал, что такое сестра таланта. Это краткость. Я не могу найти брата, не знаю, что это. Это еще вообще краткость какая-то. Короче, я у них, он напечатал несколько рассказов, и он как-то... Я приезжаю в нее и захожу к нему в эту редакцию. А это маленькая комнатка, ну, может быть, три на два, или три на три метра, не больше. Он сидит такой важный за столом, столик занимает в той квартире. А над ним большой такой лого его журнала «Время и мы». Я сижу так напротив его, он читает мой рассказ. И я так нечего делать. Я ему говорю, «Вы знаете, Виктор?» А я сейчас сижу и читаю, и мне кажется, что тут «Врем я и мы». Он, слушайте, он совершенно поник. Никакого чувства юмора. Я для него перестал существовать. Никакого рассказа уже не было. Я быстро удалился и понял, что не надо разбрасывать вот так шутки какие-то. Особое место в творчестве Илья Рудика занимала тема «Холокоста». На эту тему он написал две свои последние книжки, которые отличаются размером даже, объемом своим. Обычно у Ильи все очень коротенькое, очень маленькое. Сюжеты буквально микроскопические, из которых он делал, я бы сказала, конфетки. А тут у него идет развитие сюжета или через годы, или через столетия, или через тысячелетия. Одна работа называется «Мацейвес» наидыш «Еврейские ноктгробия». И там очень много, я бы сказала, таких есть личных моментов, не то, что не автобиографических, а именно личных таких мотивов некоторых. А вторая работа «Холокост и Бог». И вот эта тема, где он как бы это его я бы сказала, что это его разговор с Богом о том, что происходило и как это произошло. И я думаю, что эти две работы держали его последний год его жизни. Он постоянно собирал материалы, постоянно дорабатывал, дописывал, дополнял эту, я бы сказала, такую сагу. Но вместе с тем я просто хочу упомянуть, что столько его проектов остались неосуществленными, столько материалов собраны, но не организованы, неоформлены. И в архивах просто бесконечное количество материалов, готовых к тому, чтобы быть изданными, но времени не хватило. Наша беседа с Ольгой Рудяк продлилась долго. Прощаясь, я спросил ее, что в первую очередь всплывает в памяти, когда она вспоминает о муже. Я работала на Гавайях. Илья был со мной там тоже. И клиентка. У нее в жизни там был вопрос, выходить замуж за этого человека, не выходить замуж, потому что они спорят и ругаются, и все. И она меня спрашивает, сколько лет вы уже женаты. А мы уже к тому времени были женаты свыше 30 лет. и я ей сказала, что вы знаете, у нас тоже бывают несогласия, но я вам только могу сказать, что скольких я человек не встречала, если бы я должна была из тех, кого я знаю, сказать, кого бы я хотела иметь своим мужем, это был бы опять Илья. Я бы сказала, несравненный и незабываемый. Он был очень добр, он никогда никого не хотел обидеть, он всегда хотел, чтобы его любили все, но не поступался принципами никогда. И он умел находить подход к любому человеку, он уважал старость. Странным образом вот этот момент, что честью своей он не поступался, был вот такой момент у него в магазине как-то, раз он приходит, рассказывает мне, что он сидел в магазине на кассе и вдруг заходит какой-то бандит с ножом и говорит на английском, давай сюда кассу. Илья его вытолкнул из магазина, хотя он не был Гераклом, вы знаете, но эта сила, вот эта внутренняя сила в нем была, которая, видимо, переборола этого бандита, и вот эта физическая сила гангстера какого-то не сумела побороть духовную силу, с которой Илья на него, скажем, набросился. Вот такие какие-то, знаете, моменты, которые уникальные, уникальные. Конечно, он был незабываем, он был большим актером, он себя всегда чувствовал актером, всегда. Любой домашний день рождения рождения, он готовился, он знал, что он будет говорить, и любой день рождения, первый тост он всегда поднимал за своих родителей, а потом за моих тоже. К сожалению, мои родители здесь уже тоже похоронены. так что, ну, просто он был режиссер, постановщик в своей жизни. ПЕСНЯ Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.